Минская область – стратегический регион, и она должна быть лидером в социально-экономическом развитии. Сегодня Александр Лукашенко заявил об этом в областполкоме, представляя активу нового губернатора Александра Турчина. Президент поблагодарил за работу и предшественника Турчина. Анатолий Саченко покинул пост по состоянию здоровья, но будет исполнять обязанности уполномоченного президента по Минской области. Вместе с этим войдет в Верхнюю палату парламента. Что касается ситуации в регионе, решение актуальных задач требует большей самоотдачи и энергии, отсюда и ротации. На Минщине развита промышленность, сосредоточено четверть всего сельхозпроизводства страны, пятая часть экспорта и инвестиций. За последние 10 лет экономика региона выросла на 37%, в то время как в среднем по республике – на 10%. Александр Лукашенко подчеркнул, новому губернатору это только усложняет задачу, ведь главное требование – не останавливаться на достигнутом. Да и сегодняшняя встреча – не перечисление успехов, а серьезный разговор о проблемах, которые предстоит решать уже новому руководству области. Речь о нехватке кадров, о том, что рост зарплат в некоторых районах превышает рост производительности труда, а местами, наоборот, есть задержки по выплатам. Мы когда-то людям, и я от вашего имени говорил о том, что мы будем стараться подтянуть зарплату среднюю по стране до 1000 рублей. Это кровь с носа надо сделать, и мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку. Я часто провожу, например, санитарки, нянечки, медсестры в больницах, в детских садиках. В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но это недостаточно. Если надо где-то кого-то догрузить, вы обязательно догрузите до этих 500 долларов. Я часто тоже провожу пример. Ну, наверное, вы в жизни столкнулись. Типа уборщица пришла, полтора-два часа тряпкой повозила, в школе еще где-то там ушла. Да, эти 500 долларов, президент сказал, так а сколько ты в день работаешь? Поэтому надо нагрузить человека, но и заплатить. Настораживает также сокращение количества предприятий в регионе, ситуация на рынке труда. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на Клецкий, Копольский, Любаньский и Уздинский районы. Жители должны ощутить изменения в лучшую сторону в ближайшие полгода. Для этого президент поручил изучить вопрос выноса за пределы Минска крупных промышленных производств. Их потенциал можно использовать для поддержки отстающих районов. В общении с активом Минской области речь шла и об итогах недавней избирательной кампании. Это наша страна. И мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами удерживать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей. Мы избрали неплохой, я чувствую неплохой по составу парламент. Не хуже, чем было в былые годы. Может быть лучше. Да, я понимаю, что некоторые есть штатные эти жалобщики. Но их же ничтожное меньшинство. Многие люди приходят, потому что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим. Поэтому я вас очень прошу, помните, что сегодня мы с большими портфелями. А завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно вот за эти годы перед народом. И чтобы у нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали. За наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас, от президента до сидящих здесь государственных служащих. Президент поднял тему работы с обращениями граждан. По его словам, свыше 70% вопросов, поступающих из Минской области в адрес главы государства, могут и должны своевременно решаться на местах. Продолжение следует...